Швед выходит на пенсию в 65 лет. Он знает, ему осталось жить примерно 25. Вот эти 25 лет он проживет замечательно. Он узнает то, чего хотел узнать раньше, не мог из-за работы. Он влюбится, потому что раньше у него не было возможности влюбиться. Он начнет танцевать фламенко, поедет в Испанию, пойдет на курсы. Он заговорит на испанском языке. То есть у него впереди очень большой отрезок жизни, который начинает жизнь как бы сначала. Я бы очень хотел спросить в нашей стране, где деньги, которые нужно дать пенсионерам на такие удовольствия. Если человек отработал 40 лет, 50 лет на свое государство, он имеет право на абсолютно безбедный отдых. Тем более он же знает, если он хоть немножко образован, что в стране все время течет газ и нефть. Что я не знаю, сколько точно, но, по-моему, в несколько минут миллиард долларов. И вот он тогда задает вопрос. А почему я живу в этой маленькой комнатке? Почему я не могу сходить больше, чем два раза в магазин? Почему я не могу себе позволить какую-то еду? И вот от этого начинается угнетение. Ко мне моя мама после смерти папы. Я маму не могу оставить в Беларуси с пенсии в 100 долларов в хрущобе. Тем более там, где все напоминает папу. Теперь ни меня нет, ни папы. Мама одинокая, несчастная. Я ее приглашаю в Стокгольм. Ей дают разрешение. Она приезжает ко мне. Через три месяца ей дают собственную квартиру, потому что считается, что она не может зависеть ни от кого, кроме как от государства. Дают собственную пенсию. Бесплатная медицина, бесплатное электричество, бесплатные такси, бесплатный транспорт. Все. Понимаете? И, наконец, приходит замечательная бумага. Видите, как я долго подхожу к разговору о старости. В бумаге написано, если вы желаете получить образование в школе для иностранцев с изучением, с целью изучения шведского языка, добро пожаловать. Мы начинаем в такие-то числа. Мама в школу. Она говорит, сыночек, мне 73 года. Я не опозоришь в школе? Я говорю, мама, ты всегда была отличница, и в этой школе будешь отличницей. Мама пришла в школу. Там такие же старушки и старички, как она. Некоторые на 10 лет старше, 80. Некоторые на 5 лет моложе, им всего 67, дети, можно сказать. И вот создался класс. Со всеми школьными и классными историями. С влюбленностью, с записочками, с празднованием всех дней рождения, с тартами. С поездками в разные интересные места Швеции. Это все бесплатно, это все государство. Моя мама умерла в возрасте 97 лет. Ее друзья, семейная пара, он умер в 99, она умерла, а его жена в 103. Они последние годы писали книгу совместную. Написали, издали. Они еще ездили в Испанию. Они летали в Англию, в Израиль. Получали впечатление, делали то, чего... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...